Я встретил в Казани девушку, ей 19 лет. Не хочу тебя разочаровывать, но мы все спим с кешей. Вы шутите? На голову пришла одна идея. А если он выживет? Извинимся. Вика, я твоя фанатка. У тебя плохой вкус. Друзья, меня зовут Ида Галич, а это Виктория Складчикова. И к ней есть вопросики. Вика, мы с тобой как будто шоу-пацанки. Как будто ты после перевоплощения, я до. Ну вот такие. Ну наоборот, так видишь, это красиво, гармонировано. Сначала я покажу тебе видео. Мы спросили у людей, вообще знают ли они, кто такая Виктория Складчикова. И вот, что они нам ответили. Блин, страшно. Знаете ли вы, кто такая Виктория Складчикова? Виктория Складчикова, она стендап-комик. Она иногда приезжает в Питер. Вы из Питера? Да. Человек, который умеет всегда импровизировать и шутить вообще с любых ситуаций. Я ее очень люблю. Это комик, это комик-эсса, я бы даже сказала. А вы выразили плохие? Моя родная, веселая, бодрая. Написала шансон-песню свою, классную, выпустила в шоу Шестунак. Вот, супер. Мы все слушаем, рыдали. Ну и, конечно, стендап-комик. Отличная девушка, тоже красавица невероятная. Ну поговорить со мной, мужчина. К вам часто женщина по твоей микрофону? Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такая Виктория Складчикова? Кто это? Я не знаю. Пишет, может, что-нибудь. Вот адекватный. Из-за этого у меня почему-то ассоциация с йогой пошла. Великая женщина. Богиня. Богиня супер. Богиня нам подходит. Богиня юмора, Виктория Складчикова. Ты знаешь, что я с тобой засыпаю и с тобой просыпаюсь? Потому что вот листая ночью и утром запрещено грамм, мне постоянно высветивают твои видосики. И у меня просто не первая, кто мне говорит, я под тебя засыпаю. Я думаю, а смешно ли я пишу? Кстати, вообще, я сейчас планирую как-то так часто быть в Питере. Планирую вообще такую свою жизнь. Быть, знаешь, там, типа, три недели в Москве, одну неделю в Питере. Ну так, в моих мечтах. Сумасшедшая. Питер я обожаю. У меня там вот недавно мы сидели с подругами в рюмочной. Все такие дали хреновухи. И там, знаешь, мы сидим, и вот так едет карета. Мы такие, почему мы не в ней? И вот у меня запрос есть, потому что мы все стали искать. У меня запрос в Яндексе. Как уехать из рюмочной на карете? Мы уехали, кстати. А знаешь, чем мне еще запомнился Питер? Тоже такая алкотема. Но мы однажды там работали на мероприятии. Очень устали, как собаки. Знаешь, прям в 11 часов вечера. И моя гримера говорит, пойдемте поедим. Я говорю, хочется русской кухни. Мы заказали борща, водочки, хреновухи, соленья, зеленый лук, пампушки с чесноком, рыбу, бутерброды с килькой. Да вы богатые. Хочется есть соленья. И мы всего этого натрескались, напились этой хреновухи. И она говорит, пойдемте в бар. Я говорю, какой бар? От нас пахнет за километр. Ну то есть мы ели все, все, что пахнет. Она говорит, надо идти в бар. И мы пошли в бар. И ты знаешь, ко мне никогда в жизни столько парней не клеилось, как тогда. Мне не давали прохода. То есть везде, где мы были, меня встречали с большими букетами. Шампанское выносилось. И я подумала, что, может быть, мужчинам нравится такой запах. Стоп, я вообще в этом убеждена. Да? Я вообще в этом убеждена, что мужчинам нравится... Вот знаешь, как я своим парнем говорю, вот я когда там что-нибудь, знаешь, там, пивком... А у меня не пьет парень вообще. И я такая, чудесно, пивком. Я говорю, ну он же, это же запах твоей женщины должен быть. Поэтому он всегда такой где-то вот идет, знаешь, там, где-то есть какое-то пивно-рыбное заведение. Он мне говорит, Вика, о тебе подумал. Короче, вот я прям была неделю назад в Питере, и мы пошли в караоке. И заходим, значит, в караоке. А звоним сначала туда, на строя. Нам, говорит, мест нет, только за баром. Мы такие, нам подходит, что нам за баром. И мы заходим, и девочка на входе, она мне говорит, вы к Стёпе? Говорит, ну там, типа, тусят в вип-зале. Это Крым и к Стёпе. Кто бы это ни был. И мы заходим, ну, блин, вот в этих вип-залах отдельно, в караоке, там скукота, там нет зрителей, для кого петь. Они между собой там что-то очень скучное. Мы говорим, не, мы за бар. Значит, садимся за бар, и я такая уже что-то дала, там все нормально, веселуха. И я говорю, парень, ну, а там, знаешь, удивительно, что меня там узнало много кто. Меня обычно не сильно узнают, а почему там вот меня как-то так совпало узнали. И я такая, парень, ну, спой песню, все сейчас будут видеть, посвяти мне, посвяти мне песню, спой. Напоминаю, что он не пьет, но он в целом ведется на все мои предложения. И он мне, значит, поет песню, ну, мы там придумали заранее как, вот все, значит, слушают, и он так объявляет вначале, все, я рядом, и он такой, эта песня посвящается моей любимой девушке. Люблю тебя, глотая дым от сигарет, тебя разглядывал брезгливый. Так я такая, это мне, это песня для меня. Он такой, просто шлюха, первый класс, хочу от тебя детей, шалава. Это было так весело. Какая же ты шалава, самая лучшая. Я говорю, это про меня. Ну, было круто. Боже, мы такие романтичные. Да, я романтичный человек. Ну что же, можно было подумать, что там не нужны вопросы, но это не так, они у нас есть. Давай услышим первый вопрос. Вика, подскажи, а все, что ты говоришь в тендапе своих шоу, это все правда? Я вообще завидую комикам, которые могут, у которых фантазия развита больше, чем у меня. Я, как правило, если в моей жизни это не произошло, я просто не смогу про это написать. Понятное дело, что я утрирую. Понятное дело. Что-то я вот прям целиком рассказываю, как есть. Вот, допустим, моя первая шутка, которая зашла на публику, я рассказала ситуацию просто, как она произошла, ничего не добавляя. Я до сих пор постоянно ему говорю, ты, Денис, ты вообще вот в карьеру мою положил. Вот просто шутка там звучала так. Ну, понятно, ну, это давно было. Вот вообще ничего не переделало. Что мы были на день рождения, там стояли, теперь я стояла на кухне, вот ко мне подходит, значит, пьяный там парень. Такой, ну, давай, что-то пойдем, что-то ко мне лезть. Я говорю, отойди. Он ко мне опять лезет. Я ему говорю, отойди. Он что-то лезет. Я говорю, пацанам, отведите его. Они его отводят. Он, типа, пьяный был. И он, чтобы он отрезвел в комнате. У него созревают новые планы. Он подходит ко мне и говорит вот так. Давай так, значит, я тебе сейчас чуть-чуть засуну. Не понравится. Сразу вытащу. Ну, тогда это было смешно, ребят. А парень твой не обижается? Нет. Вот знаешь, мне вообще везет. У меня вот все парни вообще великолепны. Потому что у меня был один, который я точно знала. Он из моего города. И я точно знала, что все поймут, что это про него шутка. Я сильно боялась ее говорить, потому что, как бы, я его уважаю. Там все круто. Там была шутка такая, значит. Я там что-то говорю, что я переживаю после расставания. Парни тоже переживают, но как будто по другим поводам. Что, типа, вот мы когда там расстались с парнем, я съехала. Что они не могут что-то где найти, поэтому я переживаю. Что он мне звонит через два дня. Я такая, он будет мириться, он будет мириться. Беру трубку, он такой, это, а где мой нож серой ручкой? Я говорю, моем сердце, п***. И я, типа, боялась эту шутку говорить, потому что он обидится. Но, слава богу, он оказался с чувством юмора. Потому что потом он ходил по городу и говорил, знаете, кто п***ит с ТНТ? Это я. Ну, вот это круто. Я вообще считаю, что парень должен поддерживать тебя, особенно в этом, в творчестве, но немножко сдерживать в единицизме. Вот потому что иногда получается так, что он тебя еще в единицизме поддерживает, вот тогда перебор. Когда ты просыпаешься, ты такая, ку-ку. И он такой, ку-ку, рик, б***ь, да тормозни, на, тормозни. Ты сейчас хожу с ума, тормозни, не поддерживай это. Мы продолжим про работу. И еще один вопрос. Кем из комиков ты, возможно, хотела бы познакомиться или поработать, когда еще не была известна, и когда смотрела на них через экраны телевизора, планшета, ноутбука в интернетике? Ой, да со всеми. Блин, для меня они казались просто... Я вот уже, знаешь, я уже где-то рассказывала, что когда меня Белый позвал работать, я ходила по офису первые полгода, мне казалось, что у них даже кожа другая какая-то такая, знаешь, богатая. Ну не знаю, я со всеми хотела. Я помню первый фестиваль, я в Комарово была влюблена вообще, просто пришла, они там какие-то советы нам давали. Знаешь, собирают комиков, они на сцене что-то... Я просто смотрела на что-то, думаю, ну как, блин, они просто звезды. Со всеми, конечно. А кто-то тебя разочаровал? Давай так, может быть, ты не назовешь имена, но были те люди, которые ты такая, блин, это вообще было по-другому в моей голове. Ну смотри, я могу сказать, что... Нет, конечно, ну да, чтобы я хорошей была. Ну есть парчей. Один. Мы его знаем все, да? Ну я не знаю, он не супер, типа, там, популярный, не тех времен и так далее, но я люблю людей, вот знаешь, чтобы у них помимо их таланта, невероятного там творческого какого-то потенциала огромного, чтобы у них еще были качества человеческие, очень крутые. Ну, которые вот мне будут как-то близки там и так далее, чтобы они там это не... Знаешь, как бывает, вот люди начинают там, не знаю, зарабатывать, для себя начинают там узнавать и так далее, и как-то ты такой чуть раз... А вот у меня вот такой вот, мы, типа, так дружили, а потом раз, и что-то я чуть не поняла. А романтические отношения у тебя были с кем-то из комедиантов? Вот на самом деле нет. Вот знаешь, как у меня были, типа, когда только вы такие вроде бы как начинаете переписывать, и на этом моменте уже все заканчивается. Но, как правило, мне кажется, что просто меня не воспринимают, как вот прям женщину с твоей отношением можно строить, и я не воспринимаю. Потому что, когда вы все вместе общаетесь, дружите, они такое про себя рассказывают, что думаешь, а как ты мне можешь понравиться, когда вы говорите, я сегодня... Значит, это... Ну, блин, это... Ну, я скажу, как есть. Я там сегодня в ванной курил, что-то обосрался, что-то там не понял, думаешь, а ты... Ну, понимаешь, они вот пол не видят, я говорю, эй, алло, тут женщина, понимаешь? То есть у них тут эти темы могут быть, раз там, с ним все в гримёрке один такой, вот член, я говорю, тут я! Ну, понимаешь, он такой, о, да пофигу, я поставил тут другим комиком, закрыл, я говорю, так мне видно. Ну, вот, ну, какие-то такие вещи, они просто какие-то факты рассказывают, знаешь, как они там с кем спят, какие-нибудь там девушки, и ты думаешь, ну, наверное... Наверное, нет. Да, и я думаю, что у них ко мне так же, потому что я там тоже несу, извините, дай Боже. История про ванну могла быть от тебя. Да это и про меня и был. Я просто не представляю свою рассказала. Ну вот. А вот твой новый парень, он не из медийного пространства? Нет, вообще нет. Не из медийного, он вообще из моего города. Как же вы так? Да как так это, состыковались? Ну... Долго вы уже вместе? Нет, мы недолго вместе, но вроде всё нормально. Слышишь, я вот всегда считаю так, вот планы можно строить на карьеру, например, или там на творчество, или там на что-то. Ну вот на личную жизнь, вот я сколько раз строила планы, оно всё вообще не так шло, поэтому я на личную жизнь планов не строю. Вот мне сейчас здесь нормально, и всё, это не только от меня зависит, да, меня могут разлюбить, а у меня... А причины, чтобы меня разлюбить, я их вот так выдаю через день. Просто их очень, их очень много. Вы знаете, что улыбка моя визитная карточка. Она является неотъемлемой частью моего образа, и за ней нужен особый уход. Сохранить здоровье зубов помогает зубная щётка и ирригатор Polaris. У этой щётки есть пять режимов работы, включая режим отбеливания, которым я регулярно пользуюсь. В комплект входит запатентованная монопучковая насадка. Особенно она подойдёт тем, у кого есть брекеты. Чтобы уход был полным, я пользуюсь ирригатором. Помимо основной насадки, у него есть насадка для чистки языка и даже брекетов. И самое главное, оба гаджета долго работают без подзарядки, а у зубной щётки есть специальный футляр для хранения. Благодаря этому я могу полноценно заботиться о зубах даже в путешествиях. Я сделала свой выбор. Продолжая тему отношений, есть ещё один вопрос. Ох, ну давай. Вика, выйти замуж и не работать, это про тебя или не про тебя? Знаешь, мне всегда удивляло, почему у нас женщин... Ну нет, мы стереотип, конечно, берём, не все так думают. Ну, допустим, мои родственники. Есть люди такие, вот делят на карьеристок и семейных. Вот я, когда рассталась там с парнем, с одним, мне вот моя семья, а у меня такая семья, что когда я расстаюсь, они считают, что да кого ты найдёшь, б***ь, возвращайся, дура, дура. Они вот так, понимаешь, ко мне. И слава богу, я далеко от них, что я просто могу трубки не брать. Ну вот, то есть, когда я рассталась, значит, с парнем, с одним, мне вот эти тоже родственники, они говорят, просто ты, ну и родственники какие-то люди говорят, просто ты карьеристка. Я говорю, да нет, я семейная. Просто я не хочу в семье мудака. Ну, это так же может быть. Поэтому почему у нас, вот, извините, можно и то, и то, это параллельные вообще, вот, не пересекающиеся прямые. Я согласна с тобой. Я согласна. Ну, вообще любят люди навешать стереотипов. Я тоже, когда разводилась, я такого про себя наслушалась, что я слишком сильная, что у меня слишком большие яйца, что я довела, надавила. Думаю, господи, как будто вот вы сидели ежедневно со мной и видели, как я себя веду. Ну, тоже любители. Я уверена, что ты примерно такой же темперамент, как я, мне кажется. И я уверена, что ты вот на работе ты сильная. Вот поверьте, вот когда ты на работе сильная, какую камеру? В отношении хочется быть очень слабой. Да, это правда. Поэтому, как правило, если женщина сильная на работе, скорее всего, в отношениях она будет хотеть романтики. Тут тоже от мужчины зависит. Ну, блин, позволь мне быть слабой, позволь. А не когда ты тоже за него вопросы решаешь, но он там тебе... Ну, вот тоже от мужика много зависит. Согласна. Короче, для меня очень важное слово самореализация. То есть, и если очень круто, если тебе мужчина закрывает твои какие-то там потребности, да, финансово, но просто сидеть, где-то там, знаешь, ходить целый день там, ну, что делать женщины, я не знаю. Я не смогу. Вот вопрос в реализации важен. Но когда... Мы же им ценностей знаковую. Поэтому, когда мне девочка, там, допустим, эскортница, ну, у меня разные знакомые, она мне говорит, ну, я вот почему пошла в эскорт? Она говорит, что я одну богатую мужика и буду ничего не делать. Да, может быть, такое быть, но насколько, типа, это хватит? У вас же ценности разные. Тут вопрос, понимаешь, не денежный. Да, конечно. Вопрос в изнаковых ценностях. Я вообще считаю, что большинство пар, ну, это опять мое мнение, расстаются... Вот мне когда говорят, а вы расстались там из-за измены или там из-за предательства. Я говорю, ну, это же все следствие. Причина-то может быть в другом. И как по мне, в большинстве случаев, причина в том, что один перерос другого. И все, и вот он там уже. А так, что остальные какие-то моменты, это уже следствие. Логично. Мое мнение. Логично. Поэтому надо всем, всем старайтесь самореализовать. Пробовать. Надо все пробовать. Надо все пробовать. Абсолютно согласна, Вика. Наркотупли, да. Советы такие. Ладно, нет, конечно. Это все плохо. Ты открыто говоришь о своей любви к веселым мероприятиям, где есть алкоголь. Есть такое. При меня уже думают, есть опять же перевер. Ты думаешь, она такая алкашка. Я сразу скажу, во-первых, да. А во-вторых, я пью меньше, чем мне хотелось бы. Понимаете? Ну вот, есть дела. Я человек ответственный. Есть у меня там какие-то съемки. Они сейчас там чаще. Какие-то выступления. Не отвечай. Не отвечай. Давай услышим вопрос. Давай. Вы когда-нибудь срывали съемки из-за похмелья? Ни разу. Вот, вот. Важный момент. Смотри. Как я расцениваю свой алкоголизм. Значит, я ни разу не выступал, ни разу не пила перед выступлением. У меня в райдере нет никакого алкоголя, там, еды, причем, призывание. Мы концерт делаем, они там, попить и напить. После могу чуть дать прям со зрителями. Я несколько раз в баню уезжала с девчонками. Они такие, знаешь, там 50-летняя женщина вот в этом. Ну, пойди ко мне в баню. конечно, поехали там, как бы пьем. Так могу. Но до, никогда. И вот для меня, смотри, то есть я сама себе как бы призналась уже давным-давно, что не пить совсем я не смогу. Я восхищаюсь такими людьми, которые умеют бросить. Но и в то же время, понятно, что я везде говорю там про эти пьянки, но у меня не бывает таких, что я прям вот там ухожу в такой закат. Крутое пике. Да, и я даже парням, знаешь, мы когда стали как-то одно время подружились с двумя комиками, они тогда прям барагозили у них пьянки, все. Я им всегда говорила, я говорю, пацаны, я вам, ну как бы я сама пьющая, я вообще кто его, я вас останавливать буду, но вот для меня алкоголизм проявляется в чем? Вот если ты хоть раз что-то сорвала, пришла там какая-то, блин, вообще вот что-то там работать, вот это уже для меня, ну это уже вот проблемы сильные. Поэтому я им говорила, за это в 11 мы работаем, пишем, если вас не будет, и все, прихожу, они без пяти уже с водой, с лимоном, правда там сидят, но вот именно касательно съемок там или чего-то, нет, ну не знаю, конечно, как будет дальше. То есть я вот когда поняла, что не пить я не смогу, но у меня такая компания пьющая здесь уже в Москве образовалась, и я подумала, блин, мне же надо чего-то добиться, если буду пить, я, наверное, не смогу. Но не пить я тоже не смогу, какое правило для себя выработало. Значит, в 2 часа ночи я должна всегда спать. То есть я высчитала, сколько мне нужно, сколько мне нужно спать часов, чтобы быть, типа, в нормальном состоянии. Обалдеть. И вот я очень долго жила по вот этому принципу. То есть я пила дома с подругой, поэтому она уже знала, что, например... До 2 часов ночи? Да, то есть 2 должна быть дома. То есть пол второго я уже точно от нее уезжала. А как ты останавливаешься? Это как мантру себе вот ты повторяешь. Потому что Вика, ты должна чего-то в жизнь добиться, ты что хочешь, работать на этом заводе, трубы за 30. Надо что-то... И я вот понимала, что надо быть как-то в нормальном состоянии. Поэтому если я освобождалась, допустим, в 9 вечера к ней приезжала, она всегда знала, сколько брать. Мы всегда брали три бутылки вина. Нам хватало две. Но мы брали третью, чтобы сердце грело. Набор она всегда знала, даже не спрашивала. Сыр, косичка и орешки. Вот у нас так было. И если я в 12 к ней приезжала, то мы очень быстро пили. Если в 9, то медленно. Из 12, то быстро. И все. Но 2 часа я дома. Высчитываем дальше. А ты просыпаешь после этого. То есть, подожди, так интересно. Потому что если я пью, то у меня, знаешь, этот сон алкоголик, а он такой чуток и краток мне там потрясивает. Нет, сейчас сносит иногда. Через 3 часа просыпаешься, и ты такой... Знаешь, когда меня можешь снести? Когда я хочу парню показать спектакль. То есть, вот смотри, мы ходили с подругой... Вот у меня бывает. Это вообще... Мы с подругой пошли в баню. Первый раз я пошла в общественную баню. Здесь в Москве очень мне понравилось. Просто невероятно. И мы пошли в баню. И вроде бы мы нормально. Мы заказали с полседьмого до одиннадцати. А там баня с пивом, с рыбой. Я обожаю в бане. Вот. Блин, вот надо сказать, там очень крутая. Вот именно общественная, там каждый час новое парение. Там раз с запахом чеснока, там с запахом алтайских травм. Ну все, мы, короче, там бахнули. И, короче, мы, значит... Ну вот казалось бы, ну вы уже на 4,5 часа тормозните. Я такая, нет. А у меня, значит, парень тогда откуда прилетал из командировки. Тогда уже не помнила, наверное. И он... Я же надо мне подругу... Я говорю, так, сейчас заезжаем, значит. У меня дома гитара. Берем вино. Ой, вино, господи, пиво. Потому что мы пиво пили, чтобы не мешать. Я, кстати, никогда не мешаю. Вот еще важный правило. Значит, берем пиво в кальянный. А они нам говорят, у нас нету, это, ну, бутылочного. Ну налейте куда-нибудь. Они говорят, у нас некуда налить. Смотрю, они нам фанту в какую-то, вот, значит, налили. Мы поехали. Мы запасным взяли. И вот еще приехал парень. И я такая, пришло время цирка. Это вот, вот, а я такой, мне так стыдно утром. Вот это вот у меня бывает, когда я, ну, там невероятно стыдные истории. Я когда утром, он мне говорит, вот ты вчера, я говорю, не забыл ли, и все, не рассказывай. Вот это мне бывает сейчас носит. Но всегда дома сносит, слава богу. Слава богу, где-то не позорюсь. Наверное, может, и было, что после чего. Хотя, наверное, нет. Да, всегда дома. А ты спроси меня, спроси меня, почему я с вами не пью сегодня. Почему ты с нами сегодня не пью? Я проснулась позапрошлась субботу в одежде накрашенной. Слава богу, во всех украшениях. Ну, нет, тут важно, где. В одежде накрашенной нормально. Да, как будто бы. Смотря где. Ты такая, прикинь, в Калуге. Я такая, о, тогда да. Дома, ну ты как подросток. Я девушка, которая всегда, приходя после вечеринки, я всегда смываю макияж, распускаю волосы, расчет. Какая бы я ни была, даже если я всегда все аккуратненько делаю, складываю висички и ложусь спать, умираю утром. А здесь я просыпаюсь. Во-первых, я не понимаю, что произошло. Во-вторых, я в одежде полностью. То есть я полностью одета. У меня один кроссовок лежит около кровати, а другой на мне. Неплохо. Я накрашусь. У меня ресницы где-то приклеены, знаешь, вот так вот на лоб. Я, вот здесь помада, как в кино. И я понимаю, что, господи, я же вышла из дома в украшениях на очень круглую сумму. И я на себе их не вижу. И я думаю, господи, дура, хоть бы... Это была очень классная вечеринка, но, говорю, хоть бы это не была вот эта расплата. И я начинаю трогать себя, просто, знаешь, молясь параллельно, чтобы это все было. Ну, слава богу, нашла. Но я очень сильно испугалась. Ой, это я... Поэтому Wildberries. Потеряешь. Мне жалко. Мы двигаемся дальше. Вик, ты когда-нибудь стеснялась своего дефекта речи? Конечно. Я бы не назвала это дефектом, да? Это такая прикольная какая-то вечеринка. Ну, вот ты сейчас так называешь, когда мне уже люди стали об этом говорить. Конечно. Я... То есть я же понимала, что... Во-первых, смотри, я... Там, у меня первое вышло филологическое. Я учителем... Учителем, кстати, работала целый год в школе. В одиннадцатом классе. Слава богу, выгнали. Знаешь, когда утром краткое содержание читаешь, и такая идешь им рассказывать. Вот, поэтому... Курим в одном месте. Ну, что мне 22, а им 17? Слушайте, что мы... Да, конечно, сняла. Потому что мне... Люди же разные вещи тебе в комментариях пишут. Я сейчас, знаешь, как-то так уже... Сейчас я отношусь к плохим и к положительным комментариям одинаково. Потому что я так себя оправдала. Цель любого там, ну, выступающего... Артист не очень любит слово, потому что как-то как-то артист учится. Вызвать какую-то эмоцию, да, у человека. Либо положительную, либо отрицательную. В целом она вызована, значит, достигнута все. И были разные. И, конечно, переживала. Ты на радио работала. Да. Ты к нам приходила. Я даже сегодня говорила. Я говорю, интересно, вспомню, потому что мы с тобой здравствуйте видели. Я приходила к вам, да. Приходила. Вот. И вот это радио у меня раскрепостило, что... Я, конечно, знаю, что есть. Чего ты прешься на сцену? Сначала там алфавит там весь выучен. Вот. Но сейчас я вообще к этому нормально отношусь. Мне кажется, сейчас такое время, когда, наоборот, так ценится какая-то изюминка, особенность. Поэтому, не знаю. Я бы... Не то чтобы гордилась, но я бы с этим никак не боролась. А может быть, даже наоборот посвечиваю. Ну, я вот и не борюсь. Я слишком ленива для борьбы. Мне кажется, даже сексуально. Ну, я надеюсь. Продолжаем тему работы. Давай. Подскажи, пожалуйста, какую самую необычную рекламную интеграцию у тебя заказывали? Я так сразу скажу, что я рекламы не беру. Я не знаю, не могу. У меня ни одной рекламы не было. Ни одной. Я вот... Мне предлагают разные там что-то... Почему? Ты как минимум не шампуниешь шампуни. Да ладно. Ну, господи, вот тоже, знаешь, шампуни. Вот. А в жизни... Ну, это сложили, блин, набрызгали. А в жизни, там, увидишь, как у собаки в основном все свалено. Ну, нет. Это тоже... Отрекламирую массажер для лица. Я говорю, а как... Я же свой же Инстаграм выкладываю, как я рыбу ем где-то там на озере, где у меня все прыщи, все видно. Ну, я не это... Ничего не заделываю. У меня был момент, когда, знаешь, эти фильтры эскортные применяешь, когда вот там все... А потом люди вот так нафиг... Как мне афишу? Вот. У меня концерт сделал, я организатор. Я говорю, Саня, ну ты вот... Чего ж ты меня так зафотошопил? Люди приходят на концерт, такие, а где вот это? Я там, знаешь, ухожу там что-то... С прыщами. Ну, нет. Как-то я вот на рекламы... Не знаю, может, когда-нибудь соглашусь, но разные предлагают. Может быть, вопрос денег? Самое необычное. Нет, а мне даже не доходит до этого. До денег. Мне хватает, что я творчеством заработал. Ну, короче, я не могу... Вот не знаю, я не умею. Ну, смотри, наверное, вот красно-белое я смогу отрекламировать. Потому что это мне... Ну, как бы... Я про это просто шучу, это будет, ну, как-то, ну... Органично. А когда мне вот говорят, там, знаешь, отрекламирую вот такой-то телефон там, и я записываю рекламу с айфона, ну, тоже, знаешь, странно. И говорю с айфона, этот классный телефон. Ну, короче, как-то вот не знаю. Предлагаю тут, ну, постоянно. Ну, а что самое странное предлагали? Ну, наверное, эти... Какие-то таблетки от Толя Молочницы. Вот что-то, от чего-то мне предлагали. Причем они... Причем они говорят, да это... Там нормально. Там не обязательно говорить про Молочницы. А как вы собираетесь эти таблетки? Ну, вот как бы, если не говорить, как намекнуть или что? Девчонки, это иногда бывает, когда у вас больше трех мужчин за... Или что? Ну, как вот намекнуть, не сказать про... Ну, короче, пока вот я как-то нет. Я стесняюсь. Мне кажется, все будет как-то от меня, ну, это... Странно. Но ты знаешь, что вся фарма обычно по стоимости... Я тебе расскажу. Как человек, который делает много рекламы, вся фарма, это X2 или X3. То есть ценник, который тебе предлагают, умножается на несколько раз. Ну, мы даже не доходим на цену. Я вот как-то... Не знаю. Не могу. Не, ну, я понимаю, что, конечно же, если бы моя мать, например, узнала, от чего я отказываюсь, она такая, у нас баня недостроенная, а ты там отказываешься. Ну, мне как-то хватает. Вот у меня, смотри, как бы потребности, они, конечно, выросли, да? То есть я уже в кроссовках подороже. Ой, блин, это... Когда я начала зарабатывать более-менее. Вот знаешь, вот это вот было, когда ты мало зарабатывала или вообще ничего. Как-то вот ты старалась... Вот я сегодня тоже членкам рассказывала, пока меня красили год. Я там зарабатывала на заводе 40 тысяч, а комнату снимала за 22. И мне как-то хватало. Ну, типа, вот у меня оставалось в Москве. Мне было нормально, просто потребности были, да, там. И вот потом стала зарабатывать. Я вот себе такого говна, вот знаешь, покупаешь много, но по 500 рублей. Все, вот это, знаешь. У меня этих кроссовок было, я три мешка отправила в Сорочинск, там, ну вот, а сейчас... Ну, это такой этап, знаешь, у каждого человека. У меня тоже, когда я стала там зарабатывать хорошо, у меня тоже первым делом появлялась какое-то галимое, плохо сшитые какие-то вещи, которые вообще не нужны. Потому что, знаешь, дорвался. Наконец-таки можно. Слушай, ну я до сих пор, вот, например, вот колготки у тебя, до сих пор никогда не покупаю колготки в этих вот инсеми... Вот эти вот дорогие магазины. Потому что мой мозг не воспринимает капроновые колготки, которые я порву через 15 минут, когда я их надела, за 2000 рублей, а там есть за 7. В Магнолии 250 рублей, сразу пачку взяла, с собой одну в сумку... Вот это, мне кажется, никогда от меня, потому что я не понимаю... А, сейчас расскажу, сейчас еще надо обязательно. Значит, насчет брендов, да, история. Я только сейчас чуть-чуть в это вхожу, и, значит, мне подарил... Подарили белье агент-провокатор. А я знала только Виктория Сикрет, что я дорогая. Я вообще не знала, что эта марка дорогая, вообще не знала. И он у меня валяется, с подругами сидим у меня дома на полу, типа что-то пьем. Я говорю, а что вот тебе там вот этот подарил? Я говорю, вот эти агенты-провокаторы. Это же дорого, это же дорого. Я говорю, серьезно? Но я как-то вот не знала просто этот бренд. Для меня, знаешь, агенты-провокаторы, это что-то... Вот у Соловьева стоит, орел, знаешь, вот этот агенты-провокаторы. Ну, типа, я как-то не воспринимала. Говоришь, что там, типа, бренд? Нет, сейчас я это знаю. Но знаешь, в чем прикол? Значит, они мне... Они эти трусы как-то... Ну, они мне не нравятся. Они, короче, знаешь, как вот их надеваешь, и у тебя в любых джинсах они видно. А-а-а, я это таки не люблю. Какие-то кружева там, все это. Ну, так, знаешь, можно надевать. Насчет брендов, значит. Вот я поехала с подругами, у меня концерт был в Дубае, и я поехала с одной подругой, а мы с ней, типа, такие колхозницы вдвоем, ну, не особо разбираемся. Но у нас есть подруга одна, которая во всех брендах разбирается. И мы туда приехали, она говорит, девчонки, ну, начните, блин, уже, уже, вот, ну, нормально. Она говорит, ну, купи, Вика, купи себе сумку, Луи Витон, купи себе сумку, это тебе надо сделать, ну, что ты там ходишь? Я говорю, да, ну, нет, все. И она мне так вот показывает, а я с ней в одном номере мы были, она, ну, ко мне как бы подселилась. Значит, и мы смотрим, она говорит, ну, какая тебе нравится? Я говорю, ну, вот это, ну, я не надо, ну, куда вот, не ходили, и вот не надо. И она, короче, мне говорит, ладно, я пойду, тебе куплю, знаешь, гонорар. У меня же там два концерта был гонорар. Я говорю, ну, ладно, ну, вот я сама отдать, вот как-то вот не смогла бы, знаешь, на тот момент. И мы вот так, я стою около, и она мне, у нас там видосов, она снимала, как я ее взяла. Я ее в коробке везти собралась, у меня ручная кладь. Я говорю, я в коробке ее довезу, она говорит, да распаковываю, у нас эти видосы, она снимала, распаковываю. И вот смотрите, там, в чем прикол, там есть видео, а это, ну, представляешь, она же дорогая сумка, это первая еще моя дорогая вещь. И мы вечером идем, ну, там, поужинать, и мне казалось, что я иду с ней, ну, типа, вот знаешь, вот она висит, ну, типа, вот так, вот так я иду, вот так, с дорогой сумкой, вот так. Она потом показывает видео, я вот так с ней иду. Вот так, прикинь? И в этот же день мы сидим, в этот же день я пиво в ней прилила. Мы так с ним иду, и я говорю, а можно нам с собой пиво? А них, у нас нельзя с собой. Можем только открыто. Я только открыто и наставила туда. Ты рассказывала, что у тебя появился парень, и что он тоже из Сорочинска. Да. Я правильно сказала? Все правильно. Он, я так поняла, что он обеспеченный. Он всегда был таким? Да, нет, конечно. Я вот вообще люблю людей, у которых есть путь, знаешь? У тебя же тоже вот он есть, которые там что-то, блин, куда-то шли, каких-то. Нет, он там что-то сначала где-то в этих полях что-то жил, каких-то этих буровых какие-то. Ну, короче, и когда я с ним познакомилась, вот это вот, знаешь, это вот Сорочинский в**он. Это, знаешь, когда вот стал зарабатывать. Ну, вот у меня, кстати, такого вот не было, а вот у него такое есть. Вот на два типа делятся люди. Это сразу Дольче Габбана через лицо написано должно быть. Сразу, значит, там какие-то танчики, сразу все вот это вот, ну, знаешь, дорого. Инстаграм там просто. Я говорю, ты, у тебя Инстаграм как у этого? Я веду курсы, как стать богатым. Ну, знаешь, сейчас так переобула уже, поэтому вот, да, я его заставляю жить на три тысячи в месяц. Что? Ну, примерно, плюс-минус. Как? На три тысячи рублей в месяц? Ну, вот смотри, например, Дольче Габбана все переодели. Мы были в Баку с ним. И у него, значит, день рождения в Баку был. Он говорит, как будем отмечать? Там ресторан? Я говорю, нет. Значит, мы берем в аренду Ниву, едем на этот пляж, ну, где-то там за городом, знаешь, где никого нет, как, ну, дикий. На дикий пляж. На Ниве, значит, я это... Значит, я тебе покажу, покажу, хочешь? Давай, конечно. Чтобы это... Я, значит, там это... Ну, вот так вот мы. Я говорю, вот так мы вам отмечали. А, вот так. Вот антураж. Дикий пляж. Да, там сейчас у меня... О, ну, что музыка надо открыть? Чтобы это... Вот это маленькое суток. Милла, да? Валя, на крыльху, скажу. Рыба. Ой, я такое люблю. А я, короче, это не стала выкладывать, как бы, в сторис. А почему он подкидывается на все, что ты говоришь? Потому что ему это нравится. Про нынешнего все абсолютно понятно. Да ничего пока не понятно. Пока так, ну, пока прикольно. Давай поговорим про бывших. Ох, ё-моё. Аж вспотело. Виктория, а у вас в жизни были? Не полностью. Вот знаешь, у меня был один, который... Вот вы, допустим, в магазине или где-то. Причем вот он себя набирает прям много. И как только на кассе у него дела по телефону появляются, знаешь? У тебя был такой? Да, сейчас там отойду, там позвоню. Разные были. Но я, знаешь, сразу понимала, когда вот я там думала квартиру ипотеку брать, я помню, я там с ним две недели, а он там художник, он мне говорит, ну, ты бери тут двухкомнатный, чтобы в одной комнате мои картины были. Я вот так вот думаю, странно. Слушай, но у меня был алифонт, но не такой, не в цвет. У меня такая была история, что со мной познакомился мужчина с потрясающими машинами, с Хаммером, с, значит, как Бамблби машинкой, помнишь, с трансформеров, как это называется? Камара. Ну, короче, круто. Что-то такое, да. Черное. Желтое было. О, это такси. И он так красиво за мной ухаживал, все было так здорово. Он покупал мне какие-то подарки, а потом внезапно заблокировали его счета. Ну, вот это же стандартная схема. И я... Повелась? Конечно. Я башляла, наверное, ну, большое количество времени и чувствовала себя при этом прям героиней, что я... Спасая. Я спасая. Ну, мне нравилось играть в эту игру. Я понимаю, что это на самом деле вопрос моей гордыни, а не то, что он мудак. Ну, он тоже мудак, естественно. Понятное дело. Но то, что я вот так слепо, знаешь, в это все втекла, что я спас... Я жена декабриста. Помогаю, спасаю. Сейчас у меня нет денежек, а потом будет... И он про меня всем будет рассказать, какая я хорошая. Что ты с ним была, и когда он был спешен. Да, и когда... И потом выяснилось, что он на самом деле просто обманывает людей. Хотя это... Это не веселая история, потому что все было очень грустно. Меня кинули на деньги. Которые ты, естественно, не вернула? А? Нет, конечно. Он еще поназанимал моих знакомых деньги. Еще и в какой-то момент начал отвечать рекламодателям с моего аккаунта. И еще, да, и взял каких-то денег за заказы. То есть я в какой-то момент была в долгах, как в шелках. Ты так ему доверял? Дала ему... Ну и я, он, похоже, был в семью Вика. То есть мы там уже ездили с ним узнакомиться с родственниками в Беслан, в Владикавказ. То есть, знаешь, прям уже... Я думала, ну все, наверное, это там судьба моя. Ну, жена. Влюбилась. Все, понимаешь, да. Ну, влюбилась. И плюс я думаю, что сейчас уже там, когда прошло время, я понимаю, что мне нравилось играть в эту сильную женщину, которая кого-то спасает. Это сейчас я уже понимаю, что просто... Вот. Но суть в том, что да, мы вот падки. Не ведите, девочки. Не ведите, как только вам мужик говорит. Нет. Ну, понятно, в отношениях он говорит там, ну, с рука не полторы тысячи. Вот это нормально. Ну, когда он такой, у меня заблокировали счета, у меня срочно, у меня, если мне не дашь, сейчас полмиллиона, у меня отпадет нога. Ну, он там болеет, что-то... Да, поэтому, поэтому все вот эти вот истории, помните, есть документальное кино про самозванец и Стинга. Аферисты Стинга. Аферисты. Я прожила все это еще год-четыре, лет пять назад. И такая, пшш, ребят. Поэтому... Слушай, вот знаешь, у меня у подруги так было, она прям так влюбилась. И тоже я говорила, ну, блин, Наташа, это же сильно видно. Он тебе свою биографию придумал. Хоть, знаешь, вот аферисты, обращаюсь к вам, вот вы когда, хоть поинтересно... Знаешь, когда вот тебе всегда говорят, если мне... ну, интересно, то, ну, ладно. Но если ты так в лоб тебе подругу говорю, он тебе придумал, вот реально, он даже дальше вот этого... Вот знаешь, где у нас должен жить успешный человек? В Москва-Сити. Где он должен работать? Инвестиции. Где он должен отдыхать? Там, что? Мальдив. Ну, слишком все, вот знаешь, стереотипно. Ну, короче, я вот там тоже мы подроскусили. Викуся, Викуля, Викочка, Виктория, мы заходим на более пикантную территорию. Вика, скажи, пожалуйста, у тебя бывали one-night-стенды? Это что? Когда ты знакомишься с парнем и в эту же ночь с ним спишь. Значит так. Приготовьтесь все, кто будет меня осуждать. Так, женщины, репутацию храним в 30 лет, дальше живем как хотим. Я вообще считаю, что у женщин у нас за 35, наверное, у каждой есть хотя бы одна такая история. Просто мы всем говорим, что до конца жизни что у нас было два. Но это, возможно, некоторые не врут. Даже по оргазмам посчитали, может быть так. Короче, да, но я честно хотела это попробовать. Мне было интересно. Но я с ним общалась сначала две недели, мы переписывались, созванивались. Но по факту, вот именно когда вы вот так увиделись, да, это вот так, да. И как? Тебе понравилось? Нет. Не понравилось? Ну вот, как сказать, я, конечно, об этом теперь не жалею. У меня будет 3-4. То есть мне 33. Мы вообще свободные, ну я свободная, ну взрослые женщины. Мы сами выбираем, с кем спать, с кем не спать. Я вообще, я в своем стендапе говорю на всех концертах, что если свободная взрослая женщина, вообще живи, как хочешь. За тебя додумают, допридумывают, залезут к себе в постель, дальше живи, как хочешь после тридцатки. Как я тоже стендапе говорю. А после 50 вообще я все снимаю, на классники выкладываю еще. Молодец. Я буду пятерки заходить, ставить. Есть какой-то срок, кавалеру, лечь в кровать. Ну типа 3 свидания, 2 свидания, 4 свидания. 6 лет. У меня, знаешь, у меня было от 2 лет, вот как я сказал, до одного дня, там разброс, я не знаю, ну как, какое у меня настроение будет. Но, кстати говоря, по пьяни у меня ни разу не было. Вот именно, в смысле, первый раз, то есть вот даже тогда было. Короче, потому что это не из-за того, что я правильная какая-то там, знаешь, из-за того, что когда я пьяная, мне хочется не секса, а петь. И у меня просто желание не возникает, понимаешь, такого. И поэтому, как бы у меня просто не возникает, поэтому у меня не было ни разу. Вообще, тебе важен секс в отношениях? Да. На каком месте стоит? У меня 3 параметра. Ну смотри, отношения нельзя, конечно, там, каким-то там параметром оценивать, но скажут 3 параметра, которых, если одного из них нет в отношениях, вероятнее закончить отношения. Это, ну понятно, потому что не сразу там пробивается, надо там пообщаться. Значит, 3 параметра. Поддержка должна быть обоюдная, безусловно. Это потому что от этого тоже конфликты скандалы. Доверие, безусловно, должно быть обоюдное, потому что от этого ревность, от ревности опять скандалы. Извините, с моим графиком я там по городам уезжаю, он там один остается. Это очень важно. Ну и просто, даже про абстрактный парень говорю, с моей профессией это так важно. Да и вообще это везде важно. И третье, это секс. Да, конечно, он должен быть. А как, ну что, как ты оцениваешь, хороший секс или нет? Ну, Ит, вот как ты оцениваешь, хороший секс или нет? У меня есть параметры. Если я после улыбаюсь, значит, хорошо. Ну как, не, а как, ну очень же, по-моему, прямая оценка, понимаешь? А когда ты после звонишь, вот так вот, куешь, не закрывая глаза на балконе, и звонишь, надо матери позвонить, сказать, что я ее люблю, ну это всем понятно. Так, оцениваю. А ты, а какой у тебя параметр? Скажи ты. Ты же финала. Ну да, я про это и говорила. На самом деле, там у меня среди подруг огромное количество женщин ни разу в жизни не испытывали оргазм. Ни разу, Вика. Я вам этого сильно желаю. Так, экспериментируйте. Вот экспериментируйте. Вот знаешь, ну, знаешь, что, понятное дело, что там не каждый раз, может быть, но те же должны процесс нравиться. Конечно. Некоторые кайфуют от процесса. Но я вот так всегда думаю, ну это вот не расслабляются, да они? Вот когда вот ни разу, как, что она, когда ты думаешь, такая думает, так, завтра в сад ребенка. Надо как-то мысли, может, менять. Надо мысли доменять. И еще, знаешь, я желаю, чтобы всех было. Я желаю, чтобы всех было. Еще мужчины, знаешь, что хорошие такие. Да, ты просто фригидная. То есть, они даже не пробуют и ничего не экспериментируют. Вот, надо экспериментировать. И наоборот, не раскрепощают женщин, а закрепощают. Да, вот в костюме Супермена собрался, это я как-то там тоже, ну или там в чем они. Ну дальше бывают же сами мужики такие. В носках остаются. Да, в шерстяных. Не, ну хотя у некоторых есть, наверное, такой фетиш. Ну, потому что подмышки пообретаешь, приятнее будет. Вот, ну, условно. Так что я за экспериментировал, вот на женщины очень вот стесняются, стесняются говорить в постели. Вот у меня подруга такая на фетишке, я говорю, ты скажи как надо. Я тоже так стеснялась раньше, пока я не пьяна, думаю, что можешь сказать. И ему проще будет, если ты скажешь. Конечно. А давай мы там вот, ну вот так попробуем, давай вот так. Давай что-нибудь добавим, давай я там наряжусь, давай там, ну все можно пробовать. Давай я там три бокала вина, и я буду интереснее. Ну короче, пробуйте. Нет некончающих женщин. Их не существует. Поэтому пробуйте, раскрепощайтесь, меняйте мысли, все, отселяйтесь от свекрови, чтобы не в одной комнате. И все получится. Браво. На этой прекрасной ноте переходим к следующему вопросу. Ох, ну вопросики пошли. Ика, хоть раз в жизни ты думала про каре после расставания? Есть такое мнение, что женщина с нормальной психикой выглядит вот так, то есть длинными волосами, потому что все, кто после расставания переживает, мы все делаем каре. Не, а я просто не делала себе каре не из-за того, что там, типа, я просто понимаю, что каре надо будет укладывать. Я чуть дальше смотрю. А с длинными волосами проснулась, косичку заплела и пошла. То есть я вот это укладывать, там фену, вот это все. То есть никак не зависит от расставания, каре, новая прическа, новая одежда. Но у меня, знаешь что, а у меня есть друган, который вот длинный волос был, и он, когда развелся с женой, он сделал себе каре. И вот, у него был длинный. Ну, кстати, она может с ним из-за этого и рассталась, что он как дурак ходил с каким-то стороны. Ладно, извините, он классный чувак. Ну, вот это первый случай, когда я увидела, что мужчина сделал каре. А как ты переживаешь расставание? Ой, вообще по-разному. Ну, я вообще страдаю всегда обычно. Но, ну, знаешь, у меня нет такой темы, вот, я восхищаюсь людьми, которые могут как-то, знаешь, очень так, как-то пойти к психологу, начать как-то там работать над этим. Я вот что-то как-то, я сильно, знаешь как, я одна дома могу так, ну, типа, ныть, но я на людях как-то собираюсь. У меня такого, ну, вообще, ты платишь подушечку одна? Слушай, ну, у меня всегда, вот знаешь, смотри, есть разные расставания, есть когда, допустим, ты его мудаком считаешь, а у меня часто, батя на себя думает, из-за того, что я, не надо было там вот так делать. И я больше себя, как бы, ну, этим гружу, и все, я ушла там в себя, и, ну, не знаю, у меня пора, ну, как-то, как-то выхожу. Стараюсь, допустим, загрузить себя, чтобы у меня не было времени, чтобы домой просыпалась, уходила, приходила, ложилась спать, чтобы у меня не было времени свободного на страдание. У меня вообще любое свободное время повергает меня в апатию. Вот, это правда, я не могу. Ты не умеешь расслабляться? Вот, не, знаешь как, я не умею расслабляться, вот, когда у меня есть два выходных, я говорю сразу куда-нибудь, еду, там, у меня друзья есть, прекрасные мужики, там, в деревне, я сразу говорю, мужики к вам, там, животные у них, там, лошади, олени, вот, как-то вот так. То есть в Москве, вот так, чтобы, знаешь, вот один день, чтобы лежать, ну, как, типа, вот дома лежать, я загружусь. Поэтому мне надо либо куда-то свалить, а тебе не кажется, что таким образом ты от себя бежишь? Ну, может быть, ну, и нормально. Так как комфортно. До психолога нужно дорасти. Пока я хожу к психологу с мыслью, почему я тебе должна рассказывать что-то про себя? Ты мне незнакомый человек. Наверное, вот надо как дорасти, понимаешь, до этого? Просто я работала, я тебе объясню, я вот так же работала, потом какие-то выходные, не могла расслабиться. Знаешь, у меня есть в жизни полгода, которые я не помню от слова совсем. Не потому, что я там загуливала или пила, я просто так много работала, что спала по 3-4 часа в сутки. И то есть, и меня когда спрашивают, что было вот в это время, я не помню. То есть сделано огромное количество контента, заработано много денег, рекламы, я построила дом, я не помню это время. И ты садишься в какой-то момент и такой, так, а что дальше? Я не получаю удовольствия от жизни, я нахожусь в постоянном, в этой постоянном, знаешь, забеге, и я вообще не понимаю, как мне двигаться дальше. И ты садишься, такой, так, ну, теперь нужны изменения, потому что ты в какой-то момент настолько сильно боишься стать больше непопулярным, неизвестным, незарабатывающим деньги человеком, что просто забиваешь хер на свою жизнь. И в этот момент приходит, да, либо кому-то помогает психоанализ, кому-то помогает, как мне там, нейропрограммирование. Ну, то есть здесь очень важно заниматься своим эмоциональным интеллектом, чтобы не сойти с ума. Обрати внимание, как люди, которые популярные, вообще сильно путают понятия, где личная жизнь, а где публичная. Стираются грани нахрен вообще. То есть ты обрати внимание, как просто люди сходят с ума и кажется, что, блин, что-то они так, да, что-то как-то, ну, поехали там, может, завездились там, что-то крышак потек. Нет, просто это, мы работаем в такой среде, потерять вообще границы, где сейчас твоя жизнь, а где заканчивается она и начинается публичная. Поэтому это если так, ты задумывайся о том, что это не то, что, знаешь, что я учу сейчас, сижу, о том, что если ты бежишь каждый выходной куда-то, кому-то, в какое-то общество, то, скорее всего, что-то здесь нужно... Нет, это сто процентов. Я об этом думала, но я не знаю, с чего начать. Ты пока с этим дружишь состоянием, короче. Ну, смотри, я точно знаю, что у меня есть какие-то психологические проблемы. Сто процентов. То есть я это знаю, я это вижу, что иногда вот у меня, знаешь, эти перепады настроения, то есть они могут быть за один час, их может быть несколько. То есть я понимаю, что это ненормально, потому что у меня раньше такого не было и так далее. Когда там, знаешь, раньше ты переживала только по утрам, потом стала переживать еще днем, потом еще вечером, а сейчас уже и ночью просыпаешься. Точно что-то с этим надо делать. Но я вот такая, я немножко этого побаиваюсь, как будто, знаешь, что-то надо начать, я боюсь, что там что-то капнут. И вот, есть разные пути, просто можно, мы с тобой потом пообщаемся, можно не уходить вообще по анализу, а вот что-то другое. С удовольствием. Если у меня будет какая-то альтернатива, к которой я не буду появляться. Секта. Итак. Да. Следующий вопрос от девочки к девочке. Вика, ты уводила парней у своих подруг? Нет. Смотри, объясню, почему. Во-первых, у нас, у меня не так много подруг, и слава богу, у нас разные вкусы. Ну, не знаю, у меня вот как-то, ну, опять же, вот я говорю, я не воспринимаю. И у меня не уводили, кстати, подруги. Ну, там, знаешь, у меня там есть шутки, где я говорю, что парень не забыл. Но это я так, условно для шутки, это просто какая-то приятница. А вот если брать своих подруг, вообще нет. Ну, как-то, и я никому не нравилась, да как-то мысль даже не возникала. Я вот тоже не понимаю. Вот это для меня, ну... Я не зарекаюсь, жизнь долгая, конечно же. Ну, зарекаться не будем, это понятно. Да, но вот я тоже не понимаю, знаешь, там, когда я слушаю историю, ну, я вот с ним встречалась, сейчас вот моя там сестра или подруга такая, что? Мне реально, слава богу, вот я благодарна своей судьбе, что у меня никогда вообще даже не было такого, что мне кто-то там из них нравилось, или я там кому-то нравилась. Вот просто даже не было на один процент, понимаешь, ситуация такой. Такой ситуации не было? Да. Я согласна. А вот женатые, может, у тебя были вообще... Тоже не было. Мне как-то давным-давно нравился один женатый, но я не знала, что он женатый. И мы с ним, короче... А знаешь, как он спалился? Вы знаешь, он еще... Я даже, понимаешь, как мужчина, я даже у него дома была один раз. Как вот он убрал-то все это. Это же тяжело, наличие женщины из дома убрать, да? А, боже, конечно. То есть это все куда-то там запихать, крема, шампунь. И мы с ним, как бы, слава богу, у нас ни на чего не дошло, и я узнала это раньше. Но мы с ним, знаешь, в кино ходили, там, гуляли. Вот засранец. И он уже такой, и ты моя девушка, и переписки такие, знаешь, как парня с девушкой уже типа шло. Но... Он спалился. Ой, господи. Это... У него была такая фишка, что он... Короче, мне... Вот постоянно у него такая фигня была. Он селфи скидывал. Вот я на работе, вот я этот пациент везде селфи. И в какой-то момент он мне скидывает селфи, типа, я еду... Я в машине еду. И вот так сзади, вот чуть-чуть сзади, видно женщину с ребенком. И я ему говорю, а это кто? Какой мудак? Я ему говорю, это кто? Он мне говорит, ой, я забыл тебе сказать. Я говорю, забыл, глицин по пепелу. Забыл для памяти. Вот так, забыл сказать. Я думаю, а ты вот домой приходишь, к ей говоришь, привет, а вы кто? Она такая, твоя жена. Ой, забыл, что ты моя жена. Вот как ты... Какой жена. Еще тупой какой-то... Вот так было. Я говорю, слава богу, у нас как-то вот не развернулось там какие-то отношения. У меня даже жена его потом писала. Он мне говорит, Вика, я знаю... Оно он ей, видимо, рассказал, что вот ему там другая нравится. Он мне же говорит, я с ней развожусь. Я говорю, не, отстаньте от меня, вот все отстаньте. Знаешь, как-то... И она... Жена очень такая корректна. Она мне... Вика, я понимаю, что ты ему нравишься, что он мне тоже говорит. Но у нас семья. Я говорю, пожалуйста, вы можете всей своей семьей жить счастливо отдельно? Я... Ой, для меня это вообще... Это к вопросу... Вы знаешь, я, наверное, почему... Вот опять же, к предыдущему вопросу не смогла, наверное, там у подруги увезти или там с женатым быть, потому что я... Опять, не из-за морали даже. Я собственница. Я хочу, чтобы вот у меня, во-первых, чистая история была в этом плане. Я не смогу ни с кем-то там, знаешь, делить или там чего-то, даже если это было в прошлом, в будущем. Не-не-не. Это все какая-то грязь. Сейчас я вот напишу, грязь. А подракт в первый день не грязь, Вика? Нет, там нормально, там не женатым. Не грязь. Там пробили. Слава богу, сейчас эти все пробили. У меня даже какая-то ситуация была смешная, что... Я была где-то в Дубае отдыхала с подружкой. И, значит, какой-то в один день, давно еще это было, мне написала, вот я клянусь, три женатых мужика. Три. А общалась в этот момент? Я с ними не общалась. Просто там когда-то мы виделись где-то, с кем-то мы работали, с кем-то пересекались на съемках. Какие-то медийные люди где-то были. И, значит, был еще другой чувак, с кем я просто переписывалась часто очень. И все, там и фото пришли, и-то покажи, и это все пятое-десятое, как дела, доброе утро, любимые. Такое же. Я ему говорю, прикинь, я не понимаю, что сегодня с мужчинами, может быть, там луна в козероге, я не понимаю, что, но мне сегодня написало три женатых мужика. Я в шоке. Я ему шутку пишу, я говорю, ну ты-то не женат? Он говорит, Ида, ну мне там столько-то лет, конечно, я женат. Я такая, спасибо. Что происходит? Может, куда-нибудь номер выкинули, знаешь, женатые самцы. Я не знаю, но это был вот такой один день, когда я просто офигела. Я всегда поражаюсь, откуда силы изменять, вот время, откуда у тебя, куда-то там ехать, там что-то там приезжать, делать вид, что ты там не устал, и тут опять же... От вранья же очень сильно устаешь. В туалетах что-то там сидеть, там переписать, ну то есть нервничать, что тут спали, тут что-то я там, ну не знаю. Это я даже рассказывала, что мне раньше казалось, что в Москве очень легко изменять. Я там на одной работе работала, и там девочка, она вот в Москве я недавно живу, там поженились, даже может быть москвичка, и она говорит, Вик, я узнала, мы сейчас в офисе делаем, укулеры, она говорит, я узнала, что мой муж изменяет, и я написала его любовнице, Светлана, а вы могли бы не общаться у меня в городе, если жена узнает, что муж изменяет, она берет своих подруг, они садятся в Ниву в Шевроле, заезжают к ней, везут ее на водохранилище Сорочинское, пи***т веслами, и только потом говорят, Светлана, а вы могли бы не общаться с моими? А Светлана не может, куда она без зубов, как ей говорить? Сейчас будет выбор, с которым, я надеюсь, ты никогда в жизни не столкнешься. Выберите одно, пить винишко или слушать шансон. Жестоко! Одно без другого, оно не работает. Зачем мне слушать шансон, если я не пью вино? Ну, то есть, пить винишко, тогда, смотри, слушать шансон, я его всегда под винишком слушаю. Тогда я, значит, шансон не буду слушать, тогда, если я буду трезвой, с логику. Ты не можешь выбрать, я правильно понимаю? А можно день одно, день другое? Как-то вот, альтернатива. Ну, хорошо, кстати, о шансоне. Виктория Складчикова тебе известна? Да. Стандартный, я знаю. А еще она очень любит шансон. Давай представим, что она начала его петь, и тебе нужно придумать для нее псевдоним, шансонье. Ромовая баба. Подходит. Тюремная львица. Маза для шансона. Я не знаю, вкусе мирное. Пупсик шансон. Чуть-чуть, пожалуйста. Как смешно. Что-нибудь тюремное такое. Язычка с шансон? Я знаю. Виктория, морская пехота. О, да! Игорь Складина. Ну, может, тут лихая разбитная. Виктория, лихая разбитная. Через тирет, да? Складыватель круга, я не знаю. Виктория под круга по кругу. Извините. Вика из Сорочинска уехала, а Сорочинска из Вики уехал? Нет. Вот реально не уехал. Знаешь, это про деревню из девушки. Не-не-не, вот вообще нет. Ну, блин, это не мое мнение. Это, во-первых, видно всем, кто смотрит. И мне это говорят. Вот, поэтому, мы сегодня тоже, у меня там девочка, у меня появилась знакомая, она стилист. И я говорю, слушай, ты же стилист, можешь там джинсы скини? Она говорит, джинсы скини, это уже колхозные. Я говорю, так это я и есть. Мне же очень часто, как меня, знаешь, в одном комиссии написали, что-то она, а, постоянно в джинсовом, типа, выступает в джинсовом. Потом я в платье выступила. Они мне говорят, что она там, где джинсы? Я говорю, постирала. Потом мне распишутся, опять в джинсовом, в джинсовом выступаешь. И я такая, значит, в следующий сезон я снимаюсь не просто в джинсах, а в джинсовом кабинезоне. Что-то вообще. Ну, это же удобно, просто вот удобно. Ну, это какая-то часть тебя, Сорочинск, которая делает тебя тобой, как бы это ни звучало. Я вообще считаю, что все люди, которые в маленьких, ну, как бы, в городах родились, это, в принципе, невозможно, чтобы от кого-то, потому что это воспитание, ну, твое. Я вообще считаю, что все люди, любого человека, как мне кажется, ну, большинство, спроси, любят ли они там свой город, маленький. Мне кажется, скажут все. Они тебе расскажут 100-500 историй, которые их там радуют. И в любой момент погрузи их туда. Вот знаешь, у каждого человека спроси, хочешь вот там в своем городе на шашлыки там куда-то там ворваться, чтобы вы включили музыку из приоры там и тусанули, даже если он сейчас начальник Газпрома, мне кажется, он скажет, да, конечно. А это что значит? Значит, еще не ушло. Ну, это колорит, конечно. Значит, это что не ушло. Это местный колорит. А я очень рада, что ты уехала из Сорочинска, потому что ты появилась у нас здесь. И очень рада, что Сорочинск не уехала с тебя. Потому что ты, вот это ты, такая, наша девчонка. Ну, не знаю, это там настоящая. Настоящая девчонка, правда. Я очень надеюсь, спасибо вам все, кто пишет такие комментарии, кто в меня верит и все такое. Ида, я очень рада, что меня позвала. А я рада, что ты к нам пришла. Вообще, я очень рада, правда. Тебе понравилось? Я сильно боялась, мне сильно понравилось, потому что ты комфортный человек. Прямо сейчас ты можешь задать любой вопрос мне, и я тоже честно тебе отвечу. Хорошо, Ида, мы как-нибудь с тобой сходим в рюмочную. Я тебе зуб даю, клянусь. Более того, я свожу тебя в Москве в свою любимую баню, мы покатаемся на конях, проснемся в одежде и еще пьяные. Отличный план. Но вообще, ребята, алкоголь, это плохо. Это очень плохо. Это иногда можно. Иногда. Отпускайте божье. Мы тебя не можем отпустить с пустыми руками. Маш подарок? Ой, блин, как красиво. Спасибо. Офигеть. Вика, ты потрясающая. Офигеть, они что, там прямо это? Долго стоять будут, воткнуты в этот. Наверное. Это было потрясающе, смешно, великолепно, и очень красиво. А Виктория Складчикова, и к ней больше нет вопросика. Все, ребята, всем огромное спасибо. Съемочная команда великолепная. Вы вообще супер. Ида, очень рада. Спасибо огромное.